Халло, Али Цезамон и Хайся Полина. И сегодня мы будем говорить с вами о понятии рода в немецком языке. Марк Твен в книге «Пешком по Европе» отмечал в своей обычной, остроумной, но едкой манере, что в немецком языке у девушек пола нет, зато он есть у свеклы. И это действительно так. Das Mädchen und die Rüben. И да, у меня тоже сразу возник вопрос, за что же так обделили бедную девочку. Но обо всем по порядку. В немецком языке присутствуют три рода. Женский употребляется с артиклем die, средний с артиклем das и мужской с артиклем der. Понять, какое слово какого рода, довольно непросто. С людьми еще хоть как-то можно проследить логику, кроме уже упомянутой девочки. Например, мальчик будет der Jünge, а женщина будет die Frau. В остальных словах видение пола с немцами у нас не совпадает. И это влияет на восприятие очень многих культурных аспектов. Все же в школе учились стихотворения Лермонтова. «На севере диком стоит одиноко сосна. И о том, как ей снится, что где-то на юге, на утесе, Одиноко растет пальма». В нем Михаил Юрьевич говорит об одиночестве человека. И о том, как непросто найти родственную душу. Она может быть очень-очень далеко. И вы даже не знаете о существовании друг друга. Потому что слова пальма и сосна в русском языке одного рода. Это вольный перевод известного стихотворения Генриха Гейны. И в оригинале смысл у него гораздо более вечный и понятный всем нам. Потому что в немецком языке сосна – der Fichtenbaum. А пальма – die пальмы. И это о любви. Вот и приходится нам запоминать не только само слово, но и его род. А еще желательно форму множественного числа, которая, как и женский род, употребляется с артиклем «di». А вообще Германию не зря считают родиной феминизма. Потому что существительных женского рода в немецком языке больше всего – 46%. За ними следует существительные мужского рода – 34%. И среднего – 20%. Но в случае, если вы забыли род существительного, ставить артикль женского рода неразумно. Есть один вариант получше. В немецком, как и в русском языке, существует уменьшительно-ласкательная форма, которая делает предмет чуточку поменьше. И употребляется она с суффиксом «lein». Или с более употребительным суффиксом «hen». Как только слово приобретает один из этих суффиксов, оно незамедлительно становится среднего рода. Вот вам и идея. Забыли род существительного? Уменьшите его. Но лучше, конечно, учить. В этом же, кстати, и заключается усредненность немецкой девочки. Корни – в историческом процессе словообразования. Слово «methen» имеет суффикс «hen». Образовано оно от устаревшего и ныне неиспользуемого слова «demagde», которое переводилось как «девушка». Так что немцы, говоря про девушек, всегда используют уменьшительно-ласкательное слово. И, по-моему, это очень мило. И, напоследок, самые опасные слова. Некоторые существительные в зависимости от рода имеют разное значение. «Де-зе» – озеро, «дизе» – море. «Де-банд» – том, «дас-банд» – лента. «Дас-штое» – руль, штурвал. «Ди-штое» – налог. «Де-лайта» – руководитель. «Ди-лайта» – лестница. «Де-то» – лупец. «Дас-то» – ворота. «Де-шильд» – щит. «Дас-шильд» – вывеска, табличка. «Де-бауэр» – крестьянин. «Дас-бауэр» – клетка. Так что будьте осторожны, потому что в немецком языке между воротами идиотом или руководителем и лестницей всего один шаг, а точнее артикль. А, кстати, мы вам наврали. Не только девочку усреднили. «Вайблих», прилагательное, которое переводится на русский язык как «женственный», образовано от немецкого слова «дас-вайб», которое переводится на русский язык не как «женщина», а как «баба» и имеет несколько вульгарный оттенок. Скорее всего, слово употребляется с артиклем «дас», потому что в старину немцы так обращались к женщинам с низким социальным статусом. Или даже с низкой социальной ответственностью. Вот «дас» и выражает пренебрежительность. Сегодня это также ругательство. Поэтому вы запомните, с каким артиклем употребляется слово «вайб», но в речи его не используйте. Отношения полов в наше время очень сложная вещь, но отношения родов не легче. Так что будьте всегда внимательны. И до скорого! С вами была Поля Висон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok